Всем привет, мои хорошие! Всем доброго вечера! Ну, у меня вечер, у кого-то всем доброго утра, у кого утро, всем доброго дня, у кого день. Ребят, что я вам хочу сказать? Значит, у меня есть такое небольшое для вас сообщение. Значит, я... Кто уже, если заметил, у меня произошли изменения на моем канале. И теперь я буду вам представляться совершенно по-другому. Я теперь буду говорить, здравствуйте, с вами Светлана Устинова. Вы находитесь на моем канале. И, конечно же, у меня судьба была не из легких. Вы можете все это просмотреть у меня на канале. Все это есть, есть сериал, есть моя биография. И в своей жизни я отбыла наказание 10 лет. Вот такое у меня будет вступление немножко. Но мы уходим от прошлого. Хватит. Я очень долго над этим думала. Очень долго, может быть, и где-то. Но я надеюсь только на позитив. Я знаю, что у меня все будет замечательно, что только один позитив. И никакого, ничто абсолютно не сможет сломить мой канал. Это однозначно. Я как его вела, так и буду вести. Только маленько сменила название. Причем я прислушалась к вам. Потому что вы, мои родные, мне посоветовали и сказали. И вы постоянно. Кто-нибудь из вас обязательно мне напишет и говорит. Какая бывшая зечка? Кто такая? Ты зачем так пишешь? Понимаете? Я прислушиваюсь, прислушиваюсь, присматриваюсь, обдумываю. Думаю. И пришла к тому, что пора, изменения должны быть. Пришли изменения в мою жизнь. Они пришли. И я теперь осознанно понимаю, что я ушла от этой темы. От меня тюрьма ушла. Я не хочу больше находиться с тюрьмой. Я не хочу больше. Конечно же, я не говорю о том, что мой контент поменяется. Или что-то изменится. Нет, темы эти будут, потому что никуда не деть мою, скажем так, ну, мою жизнь, да, мой опыт, который был у меня, да, мои сапоги, их никуда не деть. Они всегда будут стоять рядом со мной. И я в них прошла свой путь. И, конечно же, я никуда это ничего девать не буду. Все это так и будет. Будет интересные темки, интересно что-то такое. Я вам обязательно это все буду рассказывать. Единственное, я меняю канал. Еще есть причина, почему я это делаю. Потому что есть определенные особи, да, ну, особи, я бы так сказала вообще. Как еще, как еще можно сказать. Ну, короче, определенно никчемное существо, которое, ну, живет и никак угомониться не может, хайпится. И вот все у нее, вот из нее, вот это нутро ее вылазит. Вот все она как-то, она сама не может, не состоялось, ничего не получилось. И все вот у нее, вот она выдумывает какие-то новые моменты, какие-то новые сюжеты. И все везде у ней проскакивает эта бывшая зечка, бывшая зечка. Короче, ну, и теперь я хочу, чтобы, если человек будет на мне какой-то делать хайп, я теперь хочу, чтобы я ее буду за это бить, может быть, даже финансово, может быть, еще как-то, понимаете. Все, все, я решила, хватит, ну, надоело. Я уже отошла от многих вообще, в принципе, а этот клещ привязался, ну, просто невозможно. Просто невозможно. Так что вот так, мои хорошие, я хочу, конечно, поднимаю за новое, за будущее, за шикарное будущее. Я уверена, что оно будет. И я знаю, что все будет хорошо, я знаю. Потому что настолько я чувствую эту помощь, которая идет мне, я уверена, что у меня все прокатит. Все будет так, как надо. Теперь не будет у меня два глотка, теперь у меня будет три глотка. Три, конечно, захлебываюся по первочку. Но ничего, всего, всему свое время научусь ей пить три глотка. Значит, что я вам хочу сказать. Ну, будем вот так вот все это менять. Все это изменим, все это пойдет в другом направлении. Я считаю, что это здорово будет. Ну, изменения должны быть. И они все равно бы произошли. И чтобы, ну, чтобы с этим не было, как бы это ни случилось, но изменения будут. Единственное, что мои драгоценные, мои драгоценные, я хочу сейчас немножко устроить такое голосование, может быть, даже такой мини-конкурс, скажем, что вот у меня есть Светлана Устинова, да, и я хочу маленько еще что-то дописать. Подскажите мне. Конечно, я знаю, допустим, ну, вот у меня есть там, допустим, то слово, которое я хочу сюда добавить. Но я хочу, что вы мне посоветуете. Правда. И вот все, что там будет, ну, допустим, кто больше наберет лайков, чье слово больше наберет лайков, то я слово и поставлю. Правда. Вот на своем канале. Вот, значит, Светлана Устинова, ну, и то слово, которое вот вы считаете, так бы, чтобы оно было созвучно с тем, что вот такая вот моя судьба, да, вот судьба, что, ну, не хотелось бы, чтобы что-то связывалось, ну, с тюрьмой там, допустим, Светлана Устинова, бывалая, да, не бывшая, не хочу я больше, а, допустим, бывалая там, да, ну, или вот что-то придумайте свое, подумайте. И я обязательно, кто, кому, ну, подписчики, смотрите вы меня, и кто, где больше вы поставите лайки, вот именно на это, то слово я и поставлю. Это вот так. Я, конечно, очень довольна, потому что настолько мне понравились эти изменения, они всегда вот, что бы Господь ни делал, всегда все к лучшему. Вот всегда, изначально кажется, что какие-то ямы, провалы, но, блин, ну, это будет обязательно все к лучшему, я верю в это. Я верю, я знаю, что будет, но от тюрьмы я хочу уходить. Все, эта тема для меня, я имею в виду, вот, она закрывается. Она закрывается, я больше не хочу не оказывать какую-то помощь, что-то там переживать за что-то там, да, делать там какие-то, ну, в сторону там зоны, какую-то там что-то, ну, блин, я не знаю, гуманитарки. Ничего больше я не хочу. Я новая, я Светлана Устинова. Все, я хочу жить только по-новому. Единственное, что я, конечно же, для вас, мои драгоценные, все те, кто помог собрать, значит, на карпушу, это все будет, кто бы вам, что бы ни говорил. Я выложу ролик обязательно, и я вам все покажу. Я все это привезу в СИЗО, я на ваших глазах это все передам, и вы все это увидите. Это первое. И обязательно никогда никому не верьте и не слушайте. Если я решаю оказывать какую-то помощь, то я это делаю действительно. Ну, вот действительно так, как я вам об этом говорю. И ничего другого я никогда не преследую. Это однозначно. Если мне нужны будут деньги лично для меня, для моего пользования, или там для чего, я вам так это и скажу. Ребят, вот у меня такая-то нужда, я вот в этом нуждаюсь. Если есть желающие, помогите. Все. Ну, по-моему, я еще к вам с таким не обращалась. Слава Богу, я могу, и как-то у меня получается маленько карабкаться самой. Но то, что вы делаете свое добровольное мне пожертвование, и сами, да, добровольно мне отправляете деньги, я вам безумно за это благодарна. Просто вот эта особь, она еще не знает, какие у меня есть мужчины, и насколько они могут мне, ну, делать подарочки в виде купюр. Я думаю, она вообще бы облысела, и там бы уже не только парик, а там бы уже, я не знаю, что бы она на себя натянула. Так что об этом мы не будем говорить. Это мы оставим немножко в тайне. Что я еще хочу сказать? Ну, вот так, мои хорошие. Ну, скажите, ну, круто же. Ну, согласитесь. Давайте еще мы с вами хлебнем. Маленько кофеек. Я на работе, и, ну, вот так вот решила у меня. Сейчас, по идее, время перекура, можно так сказать. Но так как я не курю, я решила быстренько это время, там, 15 минут, я могу себе позволить, потратить на вас. Ну, я не буду сильно затягивать на 15 минут. Я хочу, чтобы вы все это быстренько увидели. Все за вас. Я вас обожаю. И, конечно же, очень жду, что вы мне на это скажете. Кофе, конечно, не то, которое я дома готовлю, но все равно вкусно. Так, все. Шиколдос хотела еще. Ну, ладно. Не буду, что-то нет желания. Так, все. Всем пока. Жду, жду. Пишите мне что-нибудь. Субтитры сделал DimaTorzok